Добрый день! Вот уже который год мы проводим встречи подростков со специалистами в рамках библиотечной программы «Главный проект. Твоя жизнь». Тема сегодняшней беседы – что такое агрессия и как её преодолеть. В гостях у нас Юлия Сергеевна Калашникова, соучредитель кабинета психологической помощи здесь и теперь, в городе Мончегорске. Юлия Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы будем говорить об агрессивном поведении. Как вы думаете, что такое агрессия? От латинского слова «агрессия» – это нападение и приступ. Когда говорят об агрессии, то обычно под этим словом понимают агрессивное поведение. То есть поступки или действия противоречат чем-либо каким-то другим интересам и выражается обычно оно в агрессивном поведении. Если говорить о хорошей составляющей, например, агрессии, то это вообще-то энергия, без которой нам невозможно выжить. Для того, чтобы эта энергия была и она нам помогала, нам нужна агрессия, которая создаёт какие-то моменты, которая помогает реализовать их, защитить нас, развиваться помогает. Также агрессия, она многократная. Она начинает, например, от дискомфортного состояния и раздражения, и может переходить злость и ярость. Ещё один момент, если брать агрессивное поведение, это всё-таки, правда, действие. А под агрессией подразумевается много чувств различных. И чтобы этими чувствами справляться, нам нужны навыки определённые, которые помогут нам понимать, как с человеком взаимодействовать. И если мы научимся контролировать свои чувства, то мы сможем цивилизованным путём подходить к работе с людьми. Так как же можно обезопасить себя от такой перспективы? Ну, для начала нам, правда, нужно понять, что такое всё-таки агрессия. Если агрессия – это реакция на какие-то действия, нужно понять, что это вызывает. И одни из симптомов агрессивного поведения, когда вы начинаете чувствовать, например, что вы обиделись, вы можете находиться в гневе, может быть, вы завидуете, вы нарушаете какие-то границы людей, ведёте себя как-то по-хамски. Один из способов выражения агрессии – это также злоба, например, опоздание, как вариант, шантаж и много-много-многое другое. Много различных моментов, которые можно рассказать. Так какие же критерии отличают агрессивного подростка? В первую очередь, что отличает подростка? Это теряет контроль над собой. Подросток начинает спорить, ругаться. В основном это со взрослыми, но бывает, что и со своими одноклассниками, с друзьями. Отказывается выполнять какие-то правила. Его могут раздражать люди, действия, поступки других людей. Также он может винить других в своих ошибках. Может завидовать, мстить, как вариант. Подростки в этот момент очень становятся чувствительными, потому что они раздражаются на окружающих, потому что они их не могут понять. Они не могут различить их чувства и не могут, наверное, принять то, чего они хотят. Так зачем нужна человеку агрессия? Агрессия нужна для того, чтобы защитить свою жизнь и жизнь других людей. Еще она нужна для того, чтобы отстаивать свою честь и честь других. И это называется конструктивная агрессия. Еще у нас бывает деструктивная агрессия, которая направлена в основном на оскорбление и причинение вреда другим людям, или даже животным, можно сказать. Это попытка самоутвердиться и, наверное, самоутвердиться за счет как раз других людей. Существуют ли способы овладения негативным эмоциональным состоянием? И можно ли справиться со своими эмоциями с помощью них? Да, конечно, они существуют. И, наверное, мы все их прекрасно знаем и применяем, но, может быть, не осознаем, что это помогает как раз краиться с агрессией. Самое простое, то, что мы можем, это что-то нарисовать, разукрасить. Многие применяют это побить подушку, наверное, всегда слышали. Но они все это любят, потому что все-таки родители не разрешают бить свои подушки, поэтому очень замечательно сходить в спортивный клуб, например, и там есть груши, которые есть возможность как раз побить, попинать. Точно так же помогают порвать бумагу, поиграть можно в какие-то веселые игры, отстраниться, например, посмотреть какую-то передачу веселую, какие-то интересные фильмы, мультики. Кто-то прибегает к тому, что может быть что-то съесть вкусное, например, конфеты, шоколадки какие-то. Также помогает, если есть пластилин под рукой, то можно взять его, помять, размять, в то же время, если есть лист, можно точно так же размазывать. Это есть способ, который помогает уйти от агрессии. Есть замечательные способы, когда все-таки, если есть кто-то рядом, вы можете подойти с человеком и поговорить, рассказать, что с тобой происходит, какие причины связаны с агрессией, потому что под агрессией всегда появляется какая-то потребность, которая не удовлетворяется. Может быть, эти люди смогут вам помочь в этом. Есть замечательный способ, это когда можно взять элементарную, правда, бумагу, взять что-то такое, начеркать, начеркать, можно левой рукой почеркать, потом взять ее, комкать и выбросить, например. Есть еще дыхательные упражнения, которые помогут справиться с агрессией. Если под рукой ничего, например, нет, то вы можете глубоко вдохнуть, потихонечку и медленно выдыхать. Это когда вы потихонечку выдыхаете. И так сделать несколько раз, от трех до пяти раз. Есть замечательное упражнение, которое больше всего, наверное, мне нравится, когда вы можете представить себе радугу. И по этой радуге во время вдоха подниматься. А когда вы будете выдыхать, вы можете спускаться с этой радуги. И вы наверняка заметите, после такого упражнения у вас будет даже на душе очень весело, потому что вы можете представить, что вы катаетесь с горки, а это всегда очень весело и забавно. Если подвести итоги, то агрессия может привести к тому, что у нас будет постоянно подавленное состояние. И это все, как говорилось ранее, приводит... Почему? Потому что у нас не реализуются какие-то потребности. Это все состояние приводит к очень печальным моментам. Могут вызвать депрессивные какие-то состояния. Поэтому лучше распознать сразу, что с тобой происходит. И поэтому вот эти все способы, которые мы предлагали ранее, они дают возможность понять, что с тобой происходит. И что с этим можно делать изначально? Желаю, наверное, вам все-таки понимать, что такое агрессия. И реально принимать эту агрессию и применять ее в положительных моментах. Потому что агрессия в положительном ключе, она помогает творить, добиваться, узнавать что-то новое, реализовываться и иметь много возможностей. Продолжение следует... Агрессия.